О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы будем рассматривать всякого рода разные хранилища данных. Варианты голопом по европам, потому что рассказать MySQL, Memcache, Redis, Mongo за одну лекцию, как-то чтобы действительно их полностью хватить, ну, как бы я не смогу. Но я покажу, как со всем этим делом работать и, в целом, для чего это можно применять. Итак, что у нас вообще есть? Какие механизмы общения с сервером? Ну, про пост-гет-запросы вы, в общем, все знаете. Есть еще куки. Про куки вы, наверное, тоже все знаете. Да? Например, вот. Ну, вот, пожалуйста, идентификатор сессии и какие-то еще неизвестные мне данные. Как работают куки? Куки передаются вместе с каждым запросом. Вместе с каждым запросом на сервер уходит кука. Например, куки с... Ага, 127.0.1. Вот, отлично. PHP, CS1, PPA, ROG-формат и еще что-то. Сейчас я открою, например, любую страницу. Stats.php. Да? И хедры. Куки передаются вместе с хедрами. Когда вы запрашиваете реквест, вот, пожалуйста, все ваши куки уходят на сервер. То есть, это те данные, которые вы ставите в запрос, и они передаются с каждым запросом. Да? Пользователи их не видят, но, тем не менее, не есть. Для чего используются куки? Куки используются часто для передачи сессии, всяких трекингов и какой-нибудь еще дополнительной информации, которая нужна всегда, которая не относится к конкретному запросу. По сути, это... Куки — это такая сессия на клиенте. Да? На сервер-сайте у нас... В основном есть те наши бизнес-логи, которые мы в данном случае пишем на го. И есть еще очень частые данные, которые встречаются практически во всех системах. Сессия авторизации. Я в них буду рассказывать сейчас. Сессия авторизации — это... Ну, когда вы залогинились, ввели логин-пароль, ну, и как-то вас нужно дальше идентифицировать, чтобы пользователю не приходилось вводить логин-пароль всегда. Сессия авторизации относится к горячим данным. Горячие данные — это те данные, которые запрашиваются очень часто, практически всегда. То есть на каждый запрос будет запрашиваться сессия авторизации. Поэтому хранилище для сессии лучше иметь быстро. После того, как мы проверили сессию, есть еще профиль. В профиле какие-то более подробные данные о пользователе. Есть, например, имя пользователя, какие-то его настройки, предпочтения. Профиль пользователя — это тоже, в общем-то, горячие данные, потому что они тоже запрашиваются достаточно часто. Хотя профиля пользователей, которые давно не активны, они, в принципе, считаются холодными данными. То есть их можно куда-нибудь передвинуть, чтобы они места не занимали. Ну и сам контент, который читает пользователь. Например, во ВКонтакте — это лента новостей, это личная переписка. На каком-нибудь хабре — это текст статей, комментарий. В почте — это, соответственно, письма пользователя. Контент, как правило, в зависимости от профиля. От, ну, профиль плохо сказать. Ну ладно. От, короче, от вида сайта. То есть во ВКонтакте контент, он, смотрите, не очень горячий, потому что его видит ограниченное количество людей. Например, вашу переписку видят два человека. Вы и те, с кем вы переписываете. Вашу страницу видят тоже ограниченное количество участников. Например, почту тоже. Почту видите только вы. Хабр. Статьи на хабре. В статьях на хабре это уже более горячие данные, потому что их видят все пользователи. Да. Чтобы не дергать какое-то не очень быстрое хранилище, например, базу, часто вводят кэширование таких данных. То есть вот, например, на сайте high-tech mail.ru весь контент, весь контент, который вы видите, заходя там на главную, куда-то еще, он весь издается из кэша. То есть мы не дергаем там SQL, мы там входим в кэш, и там все уже подготовлено. Вот. Что, для чего хорошо использовать? Все есть, например, все есть авторизации. В почте используется тарантул. Для профилей. Для профилей в почте тоже используется тарантул. Контент. Для контента в почте используется наше собственное хранилище. Вот. Примерно про все это я буду рассказывать, и на этом слайде, в общем, все. Давайте посмотрим работу с куками. Смотрите, у нас есть простая форма. Логин, пароль. Так, да, мне это нужно запустить. Давайте. Ага. Горан. 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 Вот смотрите, мы зашли. Представьте, что мы не авторизованный пользователь. И нас просят вдруг введи логин, пароль, чтобы мы знали, кто-то такой. Вы вводите логин и пароль. И дальше вас типа авторизуют. Что произошло? Мы отправили данные через пост. У нас выставилась кука, например, soshinidev.romanov. Потом нас предоправили на другую страницу, где мы эту куку прочитали и сказали, вот, здрасте. Как это все работает? Вот форма, просто html. Стартуем сервер на 8081 парду и ставим обработчики. Это была тема предыдущей лекции, я очень подробно останавливаться на этом не буду. Ставим обработчик на главную страницу, да, и пытаемся получить куку. Кука — это метод http-реквеста. Да, вот мы попробовали получить куку, попробовали получить ошибку. То есть если в ошибке куки нету, есть отдельная ошибка для того, чтобы куки нету, мы выводим на экран форму логина. То есть это у меня строка, да, в response я пишу «massive slicebyte», да, ну и конвертирую его, и выхожу. Все, да, то есть это то, что вы видели. Вы видите, вот здесь. Теперь я ввожу логин, пароль. Что происходит дальше? Когда я ввожу логин, пароль, я отправляю запрос на getcookie. Я читаю из формы логин, который я ввел, да, вот это поле, логин. Ставлю дату протухания куки. Вот так, наверное, вам будет даже лучше. В expiration. Создаю новую структуру с кукой, говорю, имя у нее будет session.id, value, значение этой куки, это будут те данные, которые я передал в форму, да, expires, это на сколько я выдаю куку. Ну, и устанавливаю ее, собственно, в response writer, куда мы пишем ответ, ну и ссылку на куку. И потом перенаправляю. Обратите внимание, кука выставляется в хедерах, вот здесь. Хедеры идут в самом верху страницы. Да, да, то есть до основного контента. И если я бы сделал вот так, вот так, то это уже работать не будет, потому что контент не должен идти до хедеров. Собственно, возвращаюсь дальше. Да, все, и меня среди реактива. И перенаправил опять на главную страницу. Смотрим дальше. Тут я уже, если кука у меня вернулась, да, то я просто ее вывожу на экран и говорю, вот, пожалуйста, добро пожаловать и значение куки. Все. Куки — это значение, которое может подменить пользователь. То есть не стоит рассчитывать на то, что там будут какие-то авторизованные данные. То есть если бы я, например, логин, под которым нужно пользователя залогинить, указывал прямо в куке напрямую, да, в романов и любого пользователя, что если пришло с кукой в романов и говорил бы, да, опускаем аккаунт. Это плохо, потому что куку можно подменить. Собственно, отсюда уже растет сессия. Смотрите, та же форма логина. Что тут меняется? Что тут меняется? Смотрите, да, я получаю сессию. Если у меня там ее нету, я пишу форму логина. Если там еще другая ошибка, я просто паникую. Теперь я говорю и эзерное, да, и признак того, что сессия нашлась, я уже беру из какого-то, из какой-то матки сессионс. А где, обращаясь по ключ, который является уже значение куки? Да, если ее нету, я пишу, ну, действительно, сессия не найдена, сессии нету, да, ну, или там welcome. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Логинимся. Network.kit-куки. Смотрите, сейчас я в куки выставил уже не реальный ID-шник пользователя, а какой-то, или там его юзер-ID, а какую-то случайную последовательность символов. По этой случайной последовательности символов, да, то есть вот я их сгенерировал, и теперь я в матку последовательности символов уже положил то, что ввел пользователь. То есть у меня данные, которые ввел пользователь, они лежат у меня на сервере. Я могу там хранить какие-то, ну, более чувствительные данные, там, юзер-ID, там, список его покупок, ну, что-то, что нужно ему всегда. Но при этом, при этом, если просто посмотреть, от кого, от кого вообще-то сессия, просто так не получится. Вы не можете просто написать тут в романов и попасть в мой аккаунт, да. Вам придется перебирать, вот, огромное количество значений. 32 символа, там много. Вот. То есть я положил в сессию. Теперь я просто читаю на каждом хите, на каждом запросе, я теперь читаю эту сессию. То есть, смотрите, в романов, в романов, он пришел из мапки. Мапка у меня просто map string string. Да? В чем плохо вот такой подход? Мапка вроде бы круто, удобно, быстро. Ну, мапка держится только в памяти моего процесса. Если я сейчас сделаю вот так. Я сейчас сделаю вот так. Он мне скажет, сессия не найдена. Потому что, потому что мапка-то очистилась после перезагрузки процесса. Теперь у меня там ничего нет, она пустая. Если я захочу еще что-то с ней сделать, ну, все. Поэтому для сессии используется, как правило, какое-то более постоянное хранилище. Вот, например, в PHP, в PHP, там по умолчанию вообще файлы. То есть файлы кладутся прямо к вам на диск, и вы можете... Ну, они живут перезагрузку процесса, потому что в PHP один запрос, и потом все чечается. Вот, да. Например, в Go нету никаких стандартных механизмов, поэтому надо что-то придумать свое. То есть как-то где-то хранить. По сессиям у нас будет в этом занятии, где это можно хранить, это Memcache и Redis. Вот. Какие-нибудь есть вопросы по сессии? Я не слишком быстро говорил. То есть вы понимаете, сессия — это какой-то случайный идентификатор, случайный идентификатор, который мы выдаем пользователю. А уже по этому идентификатору мы достаем сами данные пользователя. то, что нам уже действительно нужно для работы. Ладно. Давайте пойдем тогда дальше. К сессиям, наверное, мы еще вернемся. Так. MySQL. MySQL. В Go, по умолчанию, есть пакет Deadbase.sql. Он не дает никакой реализации подключения к базам данных. То есть, например, там нету из коробки, там, MySQL, например. Но он дает интерфейс, который говорит, что, ребят, если вы хотите делать какую-то более-менее стандартную реализацию, да, вот, пожалуйста, вот вам интерфейс, да, и вот вы можете использовать его. Но уже реализацией непосредственно протоколов отдельных баз данных с ними работает пакет, например, вот, GoSkillDriver, MySQL. Что мы тут делаем? И зачем тут подчеркивание? Подчеркивание значит, что это пустой импорт. То есть, мы все равно хотим импортировать пакет, даже если знаем, что мы никогда не будем обращаться по нему. То есть, MySQL, точка, что-то там такое. Для чего это делается? Если вы помните, в пакетах есть функция init, да, которая выполняется на самом старте пакета. То есть, еще до выполнения функции main. Вот внутри этого MySQL пакета есть такая функция init. Что она делает? Она регистрирует вот этот обработчик, да. То есть, вот уже SQLOpen, смотрите, теперь мы пользуемся уже стандартным пакетом SQLOpen. Да, мы говорим, я хочу подключиться к базе данных вот такой-то, да, по такому-то протоколу. Такой-то протокол, такой-то протокол регистрирует как раз вот это. Вот это драйвер для базы данных. Он зарегистрировал протокол, и теперь мы можем к нему подключаться. Дальше идет строка соединения с базой. Она может отличаться от базы к базе. Например, для SQLite там путь до локального файла. MySQL вот так. Так в Postgres'е может быть чуть-чуть иначе. Хорошо. Мы создали базу. В данном случае мы только инициировали структуру. Да? То есть SQLOpen возвращает нам ссылку на SQLDB. Для того, чтобы реально к базе подключиться, ну, база подключения выполняется в момент первого запроса. Смотрите. Я тут покажу кое-чего. Вот так. Так. Смотрите. Есть стандартная функция, статистика, да, которая позволяет получить какие-то данные по нашему открытому соединению. В данном случае она, там есть только количество открытых коннектов. Соединение до базы. Смотрите. Первый раз я ее вывел, она вывелась ноль. То есть у меня еще нет вообще никаких подключений до базы. Теперь я ее пинганул, вывел еще раз. И вот в этот момент, вот в этот момент у меня произошло подключение к базе. Почему так происходит? Почему так происходит? Смотрите. Подключение у нас вообще одно. Но его могут использовать несколько разных гарутин, да, которые находятся вообще в разных потоках, там, процессах. Да? Но суть в том, что мы хотим использовать. Но есть нюанс. У MySQL, у MySQL протокол синхронный. То есть он не поддерживает, то есть вы к нему подсоединились, да, и вы можете вот в это соединение отправить только один запрос за одним. Вы не можете туда отправить пачку запросов, чтобы он как-то это дело там разрулил и вам одновременно вернул. Он следователь. Поэтому внутри себя, внутри себя этот пакет, он создает пул соединений. То есть сейчас оно одно, и вряд ли мы выжмем больше. Но потенциально он может увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Если мы хотим ограничить количество соединений, да, то мы можем... Количество открытых коннектов сказать, не больше десяти нам, пожалуйста. Ну, как правило, вот десять коннектов выжимает легко тысяч восемь QPS. Восемь тысяч запросов в секунду это уже достаточно много, чтобы десяти коннектов вам хватило. Ну, хотя зависит от того, какие были запросы. Если у вас запросы выполняются по секунде, то, конечно, в десять коннектов вы выжмете только десять запросов в секунду. Хорошо. Теперь я тут создал табличку маленькую студенты, да, вставил туда одну запись, да, вот она есть на SQL, да. Вот, пожалуйста, вот одна запись. Да, пам-пам. Хорошо. Fill, info, score. Так. Это мы уберем. Это мы тоже уберем. Смотрите. Теперь давайте проинтерируемся по всем запросам. Вызовем метод query. Метод query принимает SQL-запрос, да, и возвращает нам, собственно, те строки, которые под этот запрос попали. Да. Мы итерируемся по функции next, да, и теперь нам нужно получить значение. Как мы получаем значение? Смотрите, у меня тут только fio, да, то есть я определил fio как строка. Да, теперь есть метод rowscan, который вам позволяет считать из текущего запроса те данные, которые там есть в MySQL-ном формате. Он позволяет вам уже считать переменные. Вот наша переменная, да, мы ее выводим. Да. RowNextFio, Василий Романов. Теперь, если я захочу еще, например, score, да, score у нас, кажется, тоже стринг, я добавляю сюда еще одно. Да, то есть я добавил еще одно значение. Оп, и у меня вывелось значение. Это выглядит вроде как не очень удобно, то есть, типа, там, в каких-то более динамичных языках, PHP, Python, мы сделали, типа, отдай мне сразу мапку. И все хорошо, он вам сразу все преобразовал, сразу все запихал, и можете использовать. Но go, он, можно написать, чтобы он потенциально вам смотрел, сколько результатов вернулось, и там возвращал вам мапку интерфейсов. Но, как бы, это низкоуровневый интерфейс достаточно, который вот работает вот так. Но зато это очень производительно. Да. Хорошо. То есть получать значение вот через scan. Ну и в конце мы закрываем соединение. Мы говорим, что, ага, мы из этого соединения все вычитали. Мы из этого соединения все вычитали, все, мы его освобождаем, все хорошо. Потому что если мы это не сделаем, ну, будут течь соединения. Да? А вы помните, что у нас их там всего 10. Вот. Хорошо. Теперь, да, запрос единичного результата. То есть вот эта функция query, она возвращает вам пачку результатов. Да, прям много. Query row возвращает вам один результат, один результат сразу. И сразу же делает внутри себя close. То есть для единичного результата можно очень удобно пользоваться query row. Да? NextView 10, пожалуйста. Вот это вот это. А dbQuery row. Это вот это. Хорошо. Теперь мы хотим как-то записывать. Записывать данные, обновлять их как-то. Хорячий руковод. Да. Есть метод dbExec. Что делает дbExec? Вы туда передаете запрос, да, и значение, которое вы хотите в этот запрос заэмбедить. То есть вот это вот вопрос. Это называется placeholder. В MySQL placeholder – знак вопроса. В Postgres – доллар, номер аргумента. Зачем вообще нужны placeholder? Ведь можно, типа, сделать там. Вот так. Да? То есть поставить какую-то переменную. Но есть нюанс с экранированием. Видите? Вы не видите. Ну, у нас есть пример с SQL-инъекцией, где я вам детально покажу, зачем нужно использовать именно placeholder, почему это важно. Суть экранирования. То есть в данном случае, в данном случае, что произойдет? Наш драйвер, наш драйвер отправит в MySQL вот этот запрос. Прямо с placeholder, без данных. У меня даже, наверное, где-то это есть. Без данных. Этот запрос распарсится. То есть распарсить SQL – это тоже работа. Тоже нужно понять, что, куда там есть. Он распарсится и будет ждать уже следующего запроса с данными. Давайте про это, ладно, ниже, на этом отдельный пример прямо для этого есть. Это prepared statements. Да? В общем, он подождет данных, мы туда потом в следующий раз впихнем данные, он посмотрит, ага, мне пришло это, это, и уже его выполнит. В случае, если у вас идет интенсивная запись или интенсивная выборка и тех же запросов, prepared statements будет работать побыстрее. Вот. Да? То есть вот мы вставили запись. Exec возвращает нам количество строк, которые мы запросом затронули. да? И одичник последний вставлен на записи, если он там был, если это был insert. Да? Ой, не только тут. Вот так. Смотрите, я пытаюсь вставить пользователя, Иван Иванов. Да? Теперь я смотрю количество затронутых записей, смотрю последний одичник. Да? Вот, пожалуйста. Я вставил запись, у меня затронуло столбцов строк да? Один. И одичник последний вставлен на записи два. То есть запись вставила с одичником два. Вот она. Трам-трам. Смотрите, да, структура таблицы. У нас info может быть null в SQL. Ну, нул — это значит, когда значений нет. Теперь давайте попробуем выбрать этого пользователя. Я написал отдельную функцию, чтобы проще было выбирать. Смотрите, я подготавливаю также FIO Info Score и сделаю Query Row и начинаю их сканировать. Да? Все запомнил? Выводим. Смотрите, Иван Иванов Info Info вывелась какой-то структурой. Что это за структура? Дело в том, что если я сделаю вот так, если я сделаю вот так, да, то что запишется в Info? Значение по умолчанию. Значение по умолчанию, правильно. Значение по умолчанию у нас пустая строка. Если если там будет int, туда запишется ноль. Да? То есть я не смогу отличить, что записи не было от того, что там значения не было, что там был нол, от того, что там была пустая строка, либо ноль. Потому что ноль это тоже может быть в некоторых случаях нол от нуля может иметь разные смыслы. Поэтому для SQL есть функции nullString и прочие нолы. Что это вообще за функция? У него есть само значение, да, string, да, реальное, и то, что оно установлено. Да? Вот как раз вот это вот validFalse вот вы здесь и видите. а вот тут пустая строка от string. То есть и если вам это не надо, да, вы можете, конечно, пользоваться и обычным значением. То есть просто типом string, да, или там типом int. Если вам нет разницы null там или там ноль. Если вам есть до этого дело, ну, к вашим услугам энное количество разных типов, nullString, null, int и прочее, и даже если он может принимать null, вот, вот это валидная конструкция. Тут может быть не ошибка, он успешно считает. Я сейчас покажу. ой. Ты что? Нет, да, будет ошибка, действительно. Ну, надо читать. Кто-то умел, я найду, потом расскажу. Хорошо. Вот, ладно, читаем. Считали. Все хорошо. Query row, scan и работаем с null. Так, заинсертили, все хорошо. Теперь update пользователя. Точно так же я использую exec, да, тут через exec я вставлял запись, тут через exec я ее обновляю. У меня два placeholder, это значение, которое я хочу подставить и идентификатор. TestUser и LastId. LastId я получил из LastInsertId. Да, так. Вот так. Смотрите, записываем. Вот он у меня записался, последний id 6, теперь я пытаюсь этот id получить 6 фью, one, one, off, info, now, score 0. Теперь я апдейчу, у меня затронута одна строка, и опять получаю фью, и вот, пожалуйста, теперь у меня данные есть, TestUser, и теперь значение объявлено. То есть вот тут можно использовать было бы не info, а value. value. Да, но оно будет по умолчанию там может быть пустым, если там новым. Так, ага, хорошо, теперь смотрите, preparedStatements. Да, вот вот это вот вам, да, то, что я делаю exec, он внутри себя делает вот это, preparedStatements. То есть сначала он готовит, prepare, готовит запрос. Смотрите, сначала он внутри себя готовит запрос, да, то есть я заапдейтил студентов. Смотрите, вот, updateStudents. Я, видите, prepare. Это лог MySQL запросов, да, то есть вот insert, смотрите, он сначала отправил сообщение туда, чтобы он его подготовил, потом отправил значение. select для единичного пользователя то же самое. Сначала отправил, потом с данными. Вот уже то значение, которое я делаю отдельно через preparedStatements. Я сначала запольнул туда вот это, prepare, вот, да, потом я уже, он мне вернул, типа, вот это, пожалуйста, твой statement, да. Теперь для этого, у этого statement, если раньше я вызывал db, exec, то я уже вызываю для prepared, exec, и передаю чисто значение. Да, вот смотрите, update students, у меня три placeholder, информация, score и id-шник. Информация, score и id-шник. так, да, preparedStatementsUpdate true, я его получил, теперь preparedStatementsUpdate, вот она, последняя запись. Записей много, потому что я одни и те же запросы выполняю каждый раз. например, пускай пользователь будет номер один, нет, не номер один, а номер восемь. так, то есть он мне записал для последнего, это был у нас номер девять пользователей, ну, потому что я его вставил, и он, инкремент увеличился. Теперь я для восьмого отдельно запихнул запрос. Смотрите. Вот ушло prepare, ушел, да, теперь ушел execute, вот ушел для девятого, а вот это ушел для восьмого. Смотрим все данные. Восьмой мы обновили. Так, пап, вот, есть у MySQL, у разных драйверов есть разные опции, то есть, например, для MySQL есть опция для того, чтобы мы могли сказать, не делай нам препарты, да, escape, все на месте, делай сам, сейчас найду, как она называется, так, кудок, кудок, А, вот. Вот так он называется. И параметр тут называется TerpLateParams. Нет. Вот так. Нет. А параметр там называется с маленькой буквы. Вот так. Вот так. Теперь смотрите, что происходит. Раньше, смотрите, много преперов, да? Insert, prepare, 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 execute. А тут, тут, insert, да, update, select уже идут напрямую запросами. Кроме вот этого. Да, потому что я сам говорю руками, что, друг, сделай мне prepared statement. Вот это. Вот это идет как есть, а вот это уже встраивается на месте. Какие-нибудь есть вопросы по MySQL. Смотрите, я вам рассказал основные в MySQL основные операции с данными. то есть, update, update, select, insert, ну, delete еще есть, но с delete там просто. В Heroku, в котором мы будем делать все домашнее задание, нет бесплатного мускуля, но есть бесплатный Postgres. Так. Postgres. В чем Postgres отличается от MySQL? Да. Очень, очень малыми вещами. Во-первых, это параметры, которые вы подставляете, уже будут не знаками вопроса, а доллар один, доллар два. И строкой соединения. Смотрите. В MySQL строка соединения выглядела вот как-то так, да? В Postgres она выглядит вот так. И эти, и prepared statements, ну, и placeholders, доллар один. В то время как в MySQL это было знак вопроса. В общем, все. В остальном работа с Postgres. А, нет, еще. Еще одно есть. Да, вот. В Postgres, когда вы делаете query.row и insert, он не возвращает lastInsertID. Вы должны воспользоваться специальной функцией returnID и уже сканировать ее, да? То есть вы делаете не exec, а query.row и вам возвращается одно значение. Это как раз это ID. Вот. В основном все более-менее точно так же. Потому что и Postgres, и MySQL, они реализуют один и тот же интерфейс. DeadBase SQL. Есть драйвера, которые не используют этот интерфейс. И там могут быть какие-то вообще все по-другому. Вы можете там писать select, и он там вам в map все развернет. Но мы используем стандартные. Вот. Я вам сделал ровно то же самое для Postgres. Ровно те же значения. Да. И вот Postgres. Вставляем, обновляем. Я еще раз проговорю, что мы тут делаем. Коннектимся к Postgres, пингуем, чтобы открыть соединение. Но, кстати, от этого это можно и не делать. Соединение откроется при первом запросе. Выбираем всех студентов. Да. Через Scan сканируем FIO. Выбираем одного студента с ID-шником. Один первого. Печатаем. Вот. Вставляем запись. QueryRow через QueryRow. Это отличие по сравнению с MySQL. QueryRow и у него сразу же Scan. Так. И еще отличие Placeholder. Не знак вопроса. Доллар один. Update. В апдейте тоже Placeholder. Доллар один, доллар два. Соответственно, первое значение, второе значение. AeroAffected. Да. Там QueryRow внутри. Update. Другие Placeholder по сравнению с MySQL. Ну и PrepaidStatting. Вот. Это что касается Postgres. То есть, в целом, один в один. Именно по работе с кодом Go. Специально привел Postgres. Потому что в QueryRow, еще раз повторюсь, есть Postgres. И домашнее задание будет по Postgres. Ага. Хорошо. Так. Доллар два. Допустим, мы хотим... Доллар два. ID будет равен... Пускай у нас Core будет равен нашему ID. Connections. Смотрим. Да, можно. По сравнению с SQL, это удобнее. У меня локально поднят OpenServer. OpenServer. Это такой монструозный пакет, где один товарищ собирает вообще все. Вообще все. Там... есть Nginx, Apache, PHP, MySQL, Postgres, Mongo, Memcache, Redis и DNS-сервер. Вот. И, соответственно, он предоставляет еще админки ко всем этим делам. То есть, у меня тут есть... Это админ как к Postgres, админер. Это админ как к MySQL, тоже админер. Это MongoDB, Redis и вот тут Memcache. Вот. Если винда и хочется поэкспериментировать локально, его можно скачать в инете, либо я могу там... Ну, он бесплатный. Это не... А? OpenServer, да. Ну, я скину тогда ссылку в чат. Так. SQL-инъекция, отлично. Я начался сказать. Значит, смотрите. SQL-инъекция, SQL-инъекция, это один из самых... Одна из самых частых уязвимостей на сайтах. Почему она происходит? Почему она происходит? Почему она происходит? Я буду уже показывать. Да. Файл называется символически номером 13. 15. 12. 17. Смотрите. вы говорите я хочу залогинуться пользователям юзер да и там 123 его один-два-три ладно так юзерс да хорошо мы типа логинимся типа логинимся что таргет машин а простите не то соединение с базой смотрите форм да да еще момент вот такой ты кто не дай нам мускул что сейчас ту лунг ну ладно смотрите у нас есть два пользователя есть два пользователя юзер и админ да юзер и админ теперь я хочу я типа логини с юзером и все хорошо да я говорю я ввел логин юзер да запрос в базу у меня выглядит вот так если я делаю его да я типа так корень это форма логина логин собственно я прошу форму получаю значение вывод и теперь я думаю а зачем я placeholder да ну че-то там препят стейтменты какие-то это долго два запроса у меня драйвер не поддерживает эту нагрузку сервер не выдержит вот и решаю а давай-ка я буду просто печатать свое значение или даже не печатать и даже делать вот так ну просто строчку ну пробую все хорошо да мое значение выглядит вот так отличный юзер да 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 выбираю значение все отлично у меня юзер все хорошо выбрался из базы да с плейсхолдерами ситуация то же самое юзер все хорошо зачем плейсхолдеры что за фигня еще какие-то там вопросики подставлять а в другой базе там не вопросики короче очень мутно сложно я не понимаю зачем это надо я буду пользоваться спринтфом все отлично я могу сделать с тут сделать еще с где-нибудь там сделать д да круто а нет это не круто почему потому что вы пускаете в запрос напрямую пользовательские данные вот как есть без экранирования без ничего да смотрите вы думаете но я в кавычи же его занес все хорошо будет не будет что мы тут делаем теперь представим мы делаем вот так тут я теперь я пишу смотрите а not exist кавычку закрываем да и закрывается вот тут я выхожу за пределы вот этого выражения да то есть теперь я уже могу писать не параметр не параметр да тут кавычка тут кавычка теперь я уже пишу не параметр внимание а да запрос а уже сам запрос or равно и тут кавычки нету последней завершающей почему потому что она есть вот здесь я пользуюсь вот этой там не юзер там логин вот так смотрите видите то есть вот тут да ну и пароль теперь да по идее я должен был бы залогиниться вот этим всем пользователям вот этим всем пользователям но этого не произойдет потому что ввел я вот это значение да теперь смотрите в SQL подставилось вот такое значение вот это кавычка и вот это кавычка это то что я писал в запросе а вот это в середине это то что я ввел да и я вышел за пределы запроса сказал not exist ну его действительно нету этого логина такого а дальше написал or логин равно админ да и в то место которое я подставлял руками я получу админскую запись да вот эту потому что она есть а если бы я использовал пользоваться плейсхолдерами да кейс ниже то есть знаком вопросов query row тот же самый query row query row с query да ну через printf подставляется а тут вот я подставляю его вот так да вот и у меня она запись не нашло понимаете это называется SQL инъекции поэтому это очень частая проблема даже ну как бы не говоря про начинающих даже у разработчиков среднего уровня это одна из самых частых уязвимостей да и их много через это можно там авторизоваться под другим пользователем изменить что другого пользователя грохнуть базу наконец поэтому просто всегда используйте плейсхолдеры вот просто не пытайтесь что-то придумывать плейсхолдеры вас спасут в большинстве случаев если вы делаете запрос руками вы должны четко знать что вы эти данные экранировали вы точно знаете какие там могут прийти данные вы точно знаете как вы эти данные должны экранировать так чтобы туда не попала какая-нибудь гадость то есть если например вы ожидаете целое число ну делайте строков да но лучше не делайте лучше пользуйтесь плейсхолдерами и вы будете более-менее обезопасены от таких проблем у вас есть какие-нибудь вопросы по вот этому зачем нужны плейсхолдеры по SQL инъекции смотрите SQL инъекция может быть на любом поле которое идет в базу любое поле которое идет в базу с кривым экранированием с кривым экранированием оно подвержено этой уязвимости то есть весь пользовательский ввод нужно всегда экранировать да и пропускать всегда через там плейсхолдер валидаторы и прочее если вы ожидаете там целое число пришло дроптейбл кстати есть если вы эту картинку не видели то вот смотрите вот здесь вот здесь роберт кавычка закрывается да и дальше идет дроптейбл студентс точка запятая да а это комментарий ну и пожалуйста когда вели такого сына в базу данных все грохнуло да поэтому это помните про это можете сохранить эту картинку я ее сохраню и и добавлю в материалы лекции хорошо я несколько забыл написать а мемкэшт простите мемкэшт мемкэшт так все мемкэшт 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 это это один самых одна из самых первых нового SQL баз данных она была разработана в LiveJournal жж первоначальная версия была на перле потом ее переписали на си и сейчас это один из самых производительных вообще SQL баз данных но из самой и у него меньше всех возможностей да то есть у него есть там что у него есть там get set add delete декремент декремент еще вот то есть но за счет того что очень мало возможностей у него очень большая производительность мемкэшт очень часто он используется во многих количествах компаний да то есть если нужен кэш обычно ставят мемкэш да но используется практически ну везде да в почте он конечно же тоже используется и в контент проектах он используется и там в облаке он используется ну везде хотя кстати в облаке не факт так мемкэш ага смотрите мемкэш тут уже нет никакого интерфейса тут уже отдельная библиотека да у которой стандартный интерфейс определен только самим автором библиотеки да поэтому подключение да у меня есть глобальный ну ссылка на мемкэш клиент да да я делаю не вот так а равно чтобы он был глобальным потому что у меня функции он используется чтобы не передать отдельную функцию вот ну я пожалуйста я выбираю сервера да стандартный порт и все указываю как именно переменные то есть типа 2 сервер 3 ну вот так но я указываю единым слайсом я говорю ключ и говорю дай мне ключ да окей что с ключом ну тут очень все просто get окей все это не скверик где там что-то там нужно еще писать просто get ключ все у вас есть ключ и это представьте это мапка такая в которой хранится там в мемкэше там просто байты вы можете просто get да там нет нет там нет условий да ее может просто единственное что может не быть этой записи да ну если записи нету то мы возвращается отдельный тип ошибки если нет говорим ну не найдено окей да мы говорим ладно получить запись 21 и запись не найдена да first get и я типа вернул nil memcached item возвращается специальный тип да хорошо теперь давайте добавим туда запись еще у memcache есть очень полезное свойство у него записи автоматически в memcache протухает экспарятся то есть ну уходят если вы сказали запись будет жить пять секунд это значит что вот через пять секунд вы попробуйте ее там достать ее там не будет хорошо теперь смотрите memcache item да то есть я что делаю set set а в memcache есть две способы добавить запись add и set set устанавливает значение независимо с того было оно там или не было add добавляет запись если ее там не было с этом пример будет ниже хорошо я говорю set я хочу просто поставить запись и указывают собственно создаю структурку ключ это мой mk record 21 ну так не пришло в голову какой-то случайный набор байтов один да и expiration total пять секунд expiration в секундах теперь я жду какую-то микросекунду а и пытаясь достать запись а да вот смотрите я сделал get record да k21 value 49 почему 49 я же тут добавлял 1 а а потому что это slice byte это не строчка 1 не вернулась а slice byte а 49 это номер байта отвечающий за цифру 1 какие-то флаги там есть expiration cas 1 служебное поле так теперь я вам продемонстрирую протухание записи смотрите я сейчас посплю запись у меня установлена на 5 секунд да я посплю 7 секунд и попробую получить запись запись на это сплю 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 и записи нету почему потому что у меня expiration 5 а поспал я 7 это очень удобно когда вы хотите например пользовательскую сессию сказать сессия пользователя живет один день и указать что expiration 8 6 400 тогда автоматически через сутки сессия пользователя из МКШ удалится так так теперь смотрите теперь я допустим хочу добавить еще эту запись да теперь я хочу добавить как раз пример с add то есть set устанавливает запись вне зависимости от того была она там или не была это добавляет запись только если ее там не было если я не смог сохранить запись если не смог сохранить запись мне вернется отдельный тип ошибки memcache er not stored да record not stored смотрим оп record not stored то есть я запись не сохранил да cert item давайте давайте вот тут попробуем сделать 2 чтобы точно видно что мы не сохранили смотрите как было 49 так и осталось 49 я запись не сохранил то есть вы можете представлять себе memcache как такую мапку да но которая живет на отдельном сервере да она тоже живет там в памяти как у вас в кошке если вы сделаете мапу она будет жить в памяти так и в memcache она тоже будет жить в памяти и после рестарта после рестарта memcache будет чистый но как бы это почему вообще почему так делают да потому что в гошке нет вы можете написать на самом деле memcache сервер на go который будет вам хранить все внутри мапки это вообще не проблема если хотите я могу вам сделать отдельное домашнее задание на это да но memcache это сервер и к нему удобно коннектиться с разных серверов то есть вы подняли этот memcache да вам там живут какие-то данные не супер ценные то есть те данные которые не жалко потерять а то есть например сессии пользователя будет неприятно что если пользователи всех разлогинят в случае рестарта memcache но ничего страшного они излогинятся снова либо например если у нас хранится кэш какого-то контента кэш какого-то контента то в случае если memcache перестартится ну ничего страшного просто пойдем вас со мной хранить счет его контента и там его и кэш потом перестроим вот так у memcache есть еще возможность делать инкремент это классная штука она позволяет хранить там всякие счетчики всякие там антибруты и прочее не то смотрите я добавлял сюда запись 1 в самом начале 1 и теперь я ну это как бы это int да memcache когда он распознает что это int да смотрите было запись было 1 я инкрементнул да вернулось значение и теперь запись внутри 3 да теперь я декременчу есть отдельная команда декремент и вернулось значение 2 потому что я декременчу на 1 тут на 2 увеличиваю тут на 1 увеличиваю ну тоже то есть вам не нужно запись куда-то там доставать смотреть вы просто говорите инкремент декремент теперь еще такой момент нельзя заинкрементить или задекрементить запись если ее там нету да after increment ну так здесь трекор ноль а записи нету да то есть after increment видите мне вернулся 0 и ошибка вернулся так как not exist да cache miss то есть записи в mcache нету я не могу инкрементить или декрементить записи которые там не существуют где это применяется это применяется во всяких счетчиках в счетчиках mcache может достать одной командой несколько записей да смотрите я достал get multi и он не вернул маку но я тут сказал рекорд 21 и рекорд 22 22 нету рекорд 21 запись нашлась рекорд 22 запись не нашлась вот поэтому если вам нужно сделать пачку достать пачку ключей например вы их там все знаете какие-то там антибруты или там теги для кэша то вот пожалуйста можно использовать вот это дальше у нас редис что такое редис редис это такой meme cache на стероидах это тоже SQL база данных тоже k-value как meme cache но там значительно больше команд значительно больше ну вот примерно вот так вот meme cache очень часто используется для ой редис тоже для разного рода кэшей да у него чуть-чуть получше с консистентностью там можно делать бэкапы восстанавливать данные в нем можно даже исполнять луашки какие-то но это сделано не супер круто да но тем не менее редис тоже очень хорошее производительное решение тоже часто используется рассматриваем мы рассматриваем его мы потому что он есть в бесплатном виде в хироку и будет в домашке то есть мы там будем использовать его для кэширования есть тоже для редиса есть библиотеки для редиса нет стандартного интерфейса в стандартной поставке гошки поэтому 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 там есть несколько разных пакетов которые у которых интерфейс работает совершенно разный да я взял тот который рекомендует хироку редис подключение к редису у него есть вот такой механизм в хироку вам будет предоставляться что-то вот вот такое ну примерно вот так вы будете подключаться там в хироку да он вам предоставит в энве уру по которому вы подключитесь вот хорошо уже знакомый вам рекорд 21 попробуем ее получить что мы тут делаем если в мкше в мкше там на каждую операцию по отдельной команде в редисе команд вы видели сколько там не так просто сделать на каждую операцию по отдельной команде в редисе есть команда ну в данной реализации редиса есть команда do отлично мы туда говорим первый параметр это get это имя команды и ключ который мы хотим получить да ну и нам возвращается item точнее вот здесь да редис возвращает что что тебе не нравится вот редис нам возвращает интерфейс интерфейс и какую-то ошибку теперь мы хотим эти данные преобразовать в какое-то на значение с которыми умеем работать то есть мы думаем что там лежит string да это какое-то плоское значение мы говорим редис string и он если может преобразует то значение которое там было string item item становится string а если записи нет возвращается отдельный тип ошибки error new то есть записи в редисе не было это нужно отдельно обрабатывать то есть не падать ну и возвращаем в данном случае значение по умолчанию да да а 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 да смотрите get record 21 рекорда нету да вот эта строчка ну правильно потому что там никаких значений еще нету то есть first get number no пусто теперь давайте добавим смотрите команда set да тут прямо гораздо больше данных то есть вот это вот вот это можно запихнуть прямо сюда в парсинг параметра да результат то есть есть команда set и мы ставим ключ и значение у этого ключа можно поставить ttl можно и ставить то есть вот так у меня будет вечная запись а вот так я добавляю префикс что это какой-то ключ который означает что интерпретирую следующее значение как expiration и я говорю expiration пожалуйста пять мне сделает пять секунд да result ок result если result вернется ок значит запись добавлена если не ок значит не добавлено set да точно так же можно через эту штуку эмулировать запись который есть в нем кэше то есть добавить запись только если ее нету либо там установить запись только если она есть а то есть видите стероиды такие прям уже пошли хорошо ну expiration демонстрировать не буду хотя expiration ждем 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 ничего не найдено без expiration найдено потому что мы устанавливали значение 1 идем дальше инкремент инкремент очень рекомендую почитать вот эту вот страницу там рейт-лимитер описан как реализовывать в редисе это полезная вещь есть команда инкрбай которая увеличивает на заданное значение есть команда инкр которая увеличивает просто на одно аналогично декрбай инкрбай 3 2 инкр на дефолт 1 на записи которой нет 1 в отличие от мем кэша если мы пытаемся сделать инкр на записи которую нету она создастся и с дефолтным значением 0 то есть я делаю инкр инкр увеличивает на 1 да и мне вернется значение 1 потому что записи не было редис перед инкрементом создал ее со значением 0 после этого увеличил на 1 хорошо следующее это получить много ключей ключи у нас в виде слайса интерфейсов да я делаю команду мгет это мультигет мгет мгет да получаю ключей и он мне возвращает слайс да 2 2 и пусто потому что смотрите вот это значение точно не не да то есть у меня значение которое кстати там уже было я инкр инкремент на 2 уже до 2 это пожалуй вот это первое значение это 2 вот это значение тоже 2 потому что я вот только сейчас заинкрементировал да и записи точно нет с которой я не работал оно ничего мне возвращается это массив строк если какого значения нету там будет нил да точнее я паршу это как массив как слайс строк могу раз паршить как что-то другое все миллионные команды редиса я приводить не стал рекомендую почитать документацию там есть много всякого разного на все случаи жизни они добавляют 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 еще привел то основное с чем вы скорее всего будете работать и то что соответствует тому что я показывал в МКШ какие-нибудь вопросы по редису есть примерно понятно что вы делаете ду да у соединения это соединение с редисом ду это какую команду выполнить оно вам защищает интерфейс ну и ошибку и потом вы эти данные уже можете распарсить в этом пакете этом пакете есть стандартные набор функций для парсинга вот строчки и там грудок ну ладно потом покажу вот там есть инты булы слайсы байт мапки какие-то даже все это можно сделать вот редис еще раз говорю есть в кироку будем делать им домашку вот так редис монго монгодб монгодб это уже чуть-чуть другой инструмент если редис это key value хранилище то монгодб документ store хранилище документ store это значит что вы там храните какой-то документ произвольной структуры у которого есть поддокументы которые тоже имеют произвольную структуру и вы можете каким-то хитрым образом через все это дело манипулироваться монгодб завоевал достаточно большую популярность на него даже многие уходили с традиционных SQL баз но я слышал истории когда из него обратно уходили на SQL базы из-за всяких разных нюансов у нас он какое-то время в почте жил но для некритичных данных в виде кэша но нам он не нравился потому что он терял данные по-моему сейчас мы его выпилили я не помню уже он там один инстанс маленький теперь смотрите монго вот в этом пакете уже используется подход с тем что у вас есть в монге может быть какая-то абсолютно произвольная структура вообще абсолютно произвольная структура а у нас понимаете абсолютно произвольная структура она уместна для там питона, php, mcash для динамических языков программирования где вы можете сделать там резиновую мапку любого типа да и достать все данные которые есть в монго го так в красивом виде не умеет ну вы можете сделать мап интерфейс интерфейс ну не надо вот поэтому мы задаем структуры мы задаем структуры в которые будем сериализовывать полученные из монго ответы а у структуры есть возможность указать теги это своего рода метаданные они используются в основном как раз для сериализации да сериализация данных то есть json вот может быть указать тип да то есть когда вы сериализуете вот эту структуру будете сериализовать в json у вас будет имя вот такое например когда вы сериализуете id имя будет вот это а бэсон бэсон это формат это короче это типа джесон но бинарный Монго придумала для себя. Когда вы будете стерилизовать эту структуру в BSON формат, то поле ID у вас уже будет вот такое подчеркивание ID. Это primary key в Монго. Вот стерилизация на основе вот этого, когда она происходит real-time, использует рефлексию. Рефлексия — это когда вы прямо real-time проходите по структуре, да, runtime, и что-то там смотрите, вы можете пройтись по абсолютно неизвестной структуре и смотреть на нее теги, как это нужно стерилизовать. Это будет посвящено отдельно большое занятие. Сейчас просто показываю, что такое есть. Да, то есть ID, который имеет тип SoneObject ID, мы будем стерилизовать внутри BSON само как поле ID. Подчеркиваю, ID. Да, это специальное поле. Хорошо. Коннектимся к Mongo. Выбираем коллекцию. В Mongo есть база данных, она похожа на MySQL. Есть коллекция. Коллекция — это похоже на таблицу в MySQL. Причем, если ее нет, она создастся. Все просто. Можно создать индекс. Та же сейчас runtime. Да, то есть если в SQL вам нужно было бы делать SQL-запрос для индекса, в Mongo отдельная команда, отдельная функция. Так, да. Вот этот пункт, это я просто вставлял записи, демо. Ну, потому что вот такого там нет. Да, это я ее вставляю. Ладно, смотрим. Выбираем все. Да, в SQL мы делали SELECT звездочка FROM STUDENTS. А что делать здесь? Говорим, коллекция, найди мне с такими-то условиями. BSON M — это месседж. Да, то есть условия пустые. Значит, все. Найди мне все значения, точка all, которые реализуют, удавляют к этим условиям. И запихни их в этот слайс. Слайс у нас умеет тип STUDENT. Это вот этот, напомню. Да? Ну и теперь я поэтому проитерируюсь и выведу на экран. Смотрите. У меня вывелся такой хэш, идентификатор. Вот это как раз ID, подчеркивание ID. В Mongo нету автоинкремента. Он вот там вот так. Поэтому, если вы хотите инкремент, вам нужно что-то мутить с этим делом. FIO, WORK, INFO и SCORE. Да? Это все значения уже структуры. Это я уже как бы задал, и оно автоматически туда все записало, все, что нашло в выбираемой записи. Это в целом довольно удобно, когда вы работаете с структурами. Все, что он не нашел, он откинет. Все записи, которые есть в бессоне, в Mongo лежат, но которых нету в нашей структуре, он откинет. Все записи, которые мы хотим иметь, но их нет в Mongo, он поставит, соответственно, по своим значениям. Вот, нашли все, проитерировались. FIND ALL. Теперь создадим новую запись. Точнее, выберем. Ну, сгенерим какой-нибудь ID, любой. Не OBJECT ID. Создаем условия для поиска FIND. Если тут мы говорили FIND пусто, значит ALL, то тут мы уже указываем, где ID, ID равен вот этому ID, который мы сгенерили. Не найди мне одну запись и запихни ее вот сюда. Типа, у вас может сложиться, почему нельзя, типа, чтобы он, типа, новую запись вернул? Не может, потому что ему надо в эту запись за Unmarshaled значение. Да, то есть вы должны ее туда передать по адресу. Смотрим. Запись не найдена. Я с каким-то неизвестным ID попробовал ее выбрать, ее там нет. То есть, что тут происходит вообще? Объект FIND возвращает нам ссылку на объект QUERY. Да, а уже у объекта QUERY мы возвращаем что-то. Объект QUERY возвращает ошибку, а результат записывает в то, что мы ему туда передали. То есть, тут несколько сложнее, чем в SQL. И таких цепочек может быть много. Вы можете делать FIND, потом еще что-то, потом еще что-то. Да, и в конце уже, типа, выполнят запрос. Теперь давайте добавим какую-то запись. Создаем структуру STUDENT. Всяк у нас STUDENT. У него указываем этот ID, который мы уже сгенерили, имя, info и score. И делаем insert. Collection insert, просто insert. И это вставляет нам запись. Да. Теперь смотрите. Теперь я, ну, ну, если STUDENT, в него попробую что-то записать. Я попробую опять выполнить поиск по этому ID-шнику. Да, то есть, повторю ту же операцию, которая мне раньше возвращала, ничего не найдено. Вот смотрите, SECOND STUDENT. И в этот момент я уже нашел там данные. Теперь они там уже есть. Да. Теперь я хочу обновить. Обновить данные. Сюда. Даже вот так. Я говорю update all, указываю фильтрацию, условие это where, где fill Иван Иванов, то есть всем Иванам Ивановым я поставлю значение уже m, это message. Это как раз таки интерфейс интерфейсов. Да. Я говорю set команда и, пожалуйста, мне message. Вот это обновить значение до такого уровня. Теперь смотрите, у меня уже были вставлены какие-то Иваны Ивановы. Да. Вот смотрите, Иван Иванов, пусто, пусто. Сейчас я запущу update для всех Иванов Ивановых. И теперь в info тут уже стоит all of once info. То есть я обновил значение для всех записей, не для одной. Да. Теперь как можно сделать вот так. И это будет одна запись. Да. Но если вы запись достали, если вы запись достали уже, то можно... у вас есть ID, то можно сделать update. Вы указываете, где как раз есть этот ID, просто говорите структуру, это все туда. Структуру все туда. После апдейта с сингл-рекорд. Смотрим. Вот, пожалуйста, наша последняя запись, и у нее сингл-рекорд. А у всех all of once. Все Иваны, они у нас обычные, а этот вот у него сингл-рекорд. В общем, по Монге все. ОРМ. Смотрите, прикольно в Монге, что можно сделать insert записи, можно сделать там, он вам замаршит запись сразу в структуру. Это в целом прикольно. Хотелось бы иметь такое же для SQL. Хотелось бы иметь такое же для SQL. Есть такая штука, называется ОРМ. Класс библиотек, который называется ОРМ. ОРМ — это Object Relational Mapper. То есть вы данные из всяких SQL-таблиц, вы их автоматически мапите в ваши структуры. То есть не надо делать скан и передавать туда значения по адресу. А вы там говорите типа select такой-то, и лучше типа find where, там ID, запятая 1, и чтобы он вам вернул, короче, спис, слайс, структуру. Есть такой класс библиотек. Такого рода вещи работают на магии. Магия — это вот это. Магия — это рефлект, когда вы в рантайме что-то читаете. Магия — это когда у вас есть некий набор конструкторов SQL, запросов, которые вы указываете. То есть магия — это то, что какой-то большой объем работы происходит. То есть вам предоставляется какой-то простой интерфейс, ну не Гошин интерфейс, а интерфейс библиотеки. И под капотом там что-то происходит, что-то вертится, крутится. И на выходе у вас получается готовая структура. Значит, в чем особенность работы с URM-ами? Во-первых, они работают, они не так в производительности, как прямые запросы. То есть если у вас... Если у вас очень нагруженная система, то вся эта магия, которая выполняется, она будет занимать ресурсы. Да? Поэтому если у вас очень большие нагрузки, очень большие нагрузки, URM-ки не так круты. Следующий нюанс. URM-ки могут конструировать вам абсолютно неоптимальные запросы. То есть вам нужно получить только одно поле, одно поле, например, fill. А URM-ка вытащит вам все. Если у вас в таблице 20 полей, 30 полей, то это будет тяжело. Дальше. URM-ки вам, скорее всего, никогда не сгенерят достаточно производительный, сложный запрос. То есть если у вас там есть несколько джойнов, которые джойнятся по каким-то хитрым условиям, URM-ка сама вам его не сгенерирует никогда. И более того, в некоторых случаях вы можете упереться в то, что в URM-ке просто она не сможет сделать такой запрос. Поэтому вам придется в URM-ку писать запрос напрямую и потом как-то это парсить. Вот. Но давайте посмотрим. Я взял URM, называется GORM. Это составное от GO и URM. Она, например, используется в BIPCARE. Да? Подключаем. Подключаем диалекты. MySQL. Пустой импорт. Внутри там на самом деле идет импорт вот той же самой библиотеки, то есть вот это. Там внутри делается то же самое. Добавляем структуру. ID, FIO, InfoScore. Указываем магию, что это анкремент, что для GORM это primary key, первичный ключ для нашей URM-ки. Указываем импорт таблицы. То есть мы на структуру вешаем table name. Да? И тут есть возможность. На самом деле тут очень много магии. Я вам показываю верхушку. Иначе бы это на неделю тут рассказывать. Так. Before save можно поставить триггер какой-то. То есть когда запись сохраняем, мы что-то делаем. Ладно. Подключаемся. GORM open. Используется ровно та же строчка, которая используется в простом MySQL. Непосредственно подключаемся к DB. В URM это надо. Да? Выбираем одиночную запись. Да? Давайте посмотрим, что тут происходит. Как происходит. Мы создаем объект, структуру. Да? И теперь говорим о базе, которая URM. Найди мне, пожалуйста, вот внутрь этой структуры, внутрь этой структуры, да, запись, которая имеет вот этот primary key. И база что сделает? База пойдет в вашу структуру, увидит, что у нее есть table name. Возьмет этот table name. Сделает запрос. Select звездочка from students where. ID primary key равно вот это ID, которое мы передали. То есть ID 1. И мы получаем... Она заполнит вот сюда, и мы получаем error. Теперь, если запись не найдена, да, для нее, как всегда, есть отдельный случай. Запись не найдена. Ну, говорим. Запись не найдена. Да? Если все хорошо, выведем на экран. Как она у нас там, 50? Вот, смотрите. Блин, ID 1, data. ID 1, FIO, info, group, info, и score. Если я порогу 100500, он мне скажет, запись не найдена, да, но поскольку я тут не вышел, и, знаете, структура всегда пустая. Да? Ну, это все значение по умолчанию. Понятно? То есть, да, это прикольно, что вы можете вот так быстрее выбрать. Вот в SQL это выглядело вот так. Да? Гораздо больше писать. Если вам нужно добавить еще какие-то значения, то вам нужно будет расширять вот это. А тут просто поле в структуру добавили, и все хорошо. И более того, там есть даже механизм автоматических миграций, чтобы привести базу данных в соответствии с вашей структурой. То есть, ну, ошиблись где-нибудь в поле, нажали кнопочку «применить миграцию», у вас половина базы удалилась. Ну, потому что поля там, ну, зачем? Я такого поля не знаю, зачем-то грохнуть. Не положено. Вот. Это удобно. Значит, удобно. Но, то есть, это с одной стороны удобно, это видно, что это удобно, это меньше писать. С другой стороны, я озвучу минусы. Вы не можете сделать суперпроизводительную, вы не можете сделать какие-то вещи отдельные. Какое вообще тогда сфера применения ОРМ? Сфера применения ОРМ отличная для админок, ненагруженных админок. Ну, как бы, админка, она обычно ненагружена, да? Либо для того, чтобы обновлять какие-то записи пользователя. То есть, вот я, например, в ОРМках я не использую их для функции отображения, то есть для селектов. Да? Для селектов, либо для массовых апдейтов. Но, если надо обновить одну запись и работать с одной записью, вот это для ОРМ, это самое вообще золотое место. Потому что вы... Мы к этому как раз перейдем. Так, отлично. Теперь выберем всех. Ну, ладно, говорим students, find и просто all. Ну, all это наша переменная. All students. Да. Ну. Да. Вот все наши Иваны, которые мы в таблице с MySQL. Так, это кто? Позраст. Давайте мы Иванов удалим. И, допустим, еще раз. Вот есть только один пользователь. Снова. Василий. Да. То есть мы вообще без условий просто сказали дай все. Он нам выдал все. Да. И запихнул сразу структуры. Теперь как создать новую запись? Да. Ну, мы просто создаем структуру, даже ID у нее не указываем. Да. Потому что мы указали, что ID — это автоинкремент primary key. И ОРМ автоматически это поле заполнит, когда запись в структуру. Создаем структуру, говорим create. DB create. Попробуем теперь ее найти. Да. Ой. Да, print.id 11. Вот он, пожалуйста, нашел. Причем, обратите внимание, триггер он before save. Вызвался вот этот триггер. То есть мы можем в ОРМах, там довольно много таких триггеров еще есть. Читайте документацию. Мы можем в ОРМах навешивать всяко-разно. То есть если у нас вдруг мы пытаемся сохранить какие-то совсем недопустимые записи, оно, можем ругнуться. И тогда save, сохранение не пройдет. Можем какую-то дополнительные данные. То есть, например, мы сохраняем, условно говоря, оценку. Если, типа, if, скоро, больше 55, мы, типа, говорим... И можем сохранить еще куда-нибудь. Или, например, отправить уведомление какое-нибудь. Да. Типа, повторить письмо. Поздравляем, вы прошли все тесты. Да. Вот. То есть это удобно. Поэтому я говорю, вот как раз before save, вот как раз эти валидаторы для админок. Так, вот это вот самое оно. Так. Создаем... Да, создали новую запись. Теперь обновляем запись. Пожалуйста. Мы теперь обновили эту запись. То есть мы создали нового юзера с 12. Перед его инсертом сработал триггер. Да. И мы получили. То есть был score 0 и info пустой. Стал info occupation programmer и score не пустой. Вот. То есть, но join'ы, join'ы так писать не рекомендую. Какие-нибудь вопросы есть по этому? Мы отдельно будем рассматривать ОРМ на занятии с рефлексией. Будем писать, ну, типа свой ОРМ в итоге. Хорошо. Какие-нибудь вопросы по тому, что я показывал, у вас есть? Вам понятно, как это вообще используется? Для чего это надо? Хорошо. Давайте я приведу еще пример с мим-кэшом. Так, SQL. Как вообще делается обычно кэширование? Сейчас на копипейчем. С. Так, ОРМ. Ну, и теперь смотрите. Так, редис. Spectre.com. Это одиночная запись. Теперь гидрекорд. 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 Так. Гидрекорд. Гидрекорд. Фью. Значит, смотрите, что мы делаем. Что мы будем делать? Мы будем получать фью. GetCashRecord. User. UserID. Мы пробуем получить запись из кэша. If... Как он там? Рядис. 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 Если в кэше, если в кэше записи нету, да, что нам нужно сделать? То есть представьте, что у вас какой-нибудь там более-менее нагруженный сайт, и на главной странице показывается фио не за какого-то пользователя. Да. В данном случае я просто сделал один. Хотя на самом деле мы можем просто данные брать по кэшу. Говорите. Если записи не найдено, да, фио равно что тебе не нравится. Так. GetFuByD. Трам-прам. 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 Так, mismatch. Ладно, смотрите, у нас есть userid 1. То есть это не строка, это просто число. Но есть какой-то кэш, допустим, top user. Ну, что тебе не нравится? Kerkash record. Вот так. Смотрите, мы пробуем получить ее из кэша. Если мы запись не нашли, мы выбираем ее из базы. То есть делается SQL-запрос. Делается SQL-запрос. И значение, которое мы получили, мы сохраняем. Мы получили FIO из базы, SQL-запроса. И когда мы его получили, мы его сразу же сохраняем в кэш. Вот. Вот. По ключу MK мы сохраняем FIO. Да. И в конце выводим FIO. Смотрите, в чем суть. В основном работа с кэшами строится таким образом. Сначала посмотрели в кэше. И если запись не нашли, то начинаем ее строить. Так. Да. Укаран. Да. Смотрите, мы попробуем получить getTopUser1. Запись в Redis не найдена. Там ничего не выносит. Поэтому мы создаем данные в кэше, выполняем SQL-запрос и что-то принтим. Да. Теперь делаем второй раз. Мы пытаемся получить только запись из кэша. Мы пытаемся получить только запись из кэша. Мы уже в базу данных не ходим. То есть тяжелый запрос в базу данных. Представьте, что вам нужно сделать несколько селектов, сделать join какие-то, посчитать что-то, преобразовать какие-то данные. Это тяжелая операция. Поэтому тяжелую операцию лучше делать один раз. Значит, мы делаем тяжелую операцию, то есть пересоздаем кэш только единожды. Только единожды. А потом все последующие операции, они у нас выводятся уже из кэша. Из кэша. Теперь есть еще такой момент. Представьте, что у вас вдруг кэша не стало. Кэша вдруг не стало. И вы хотите, вы хотите, ну он там протух. И несколько записей, несколько процессов одновременно начинают перестраивать этот кэш. А он строится несколько секунд. Да? Или даже там минуту строится. Получается, что вы начнете создавать дополнительную нагрузку на вашу базу. Хотя, то есть запись уже начала строиться. Да? И на середине записи кто-то еще приходит и говорит, я хочу еще. Ага, записи нету. И опять начинает ее строить. Значит, смотрите. Каким образом это делается? И есть понятие лока. Да? Лок – это когда вы можете в ту же самую… Когда вы начинаете строить кэш, вы в тот же кэш кладете маленькую запись, что вы создаете кэш. Кэш. Да? Мкей. Тут нужен дополнительный параметр. Смикэш. Смикэш. Мкей. If not already exist. Вот, смотрите. Мы добавляем параметр. Мы добавляем параметр. Да? На, допустим, 2 секунды. Да? Так. If… Result. Давайте на 3 секунды. Мтанков мало. Надо мтанков. Да? Нерон ок. Так. Что-то не нравится. Не нравится. Смотрите. Теперь мы перестраиваем эту запись. То есть сейчас я запущу первый раз. Все будет хорошо. Вот это мне не надо. Как он назывался? Паниканар, да? Паниканар. Смотрите. У нас есть какой-нибудь еще юзер. Паникрас. Одиннадцать. Одиннадцать. На… Да, смотрите. Запи… Что? Да, смотрите. Я кэша не вижу. Я хочу начать его строить. Да? Выполняет SQL запрос. И я залочил запись. Теперь, если я два раза выполню это, мне говорит, что кто-то уже строит такую запись. Значит, тебе надо типа подождать. Так. Нам нужно кнопиться time. Ну… Будем ждать. Так. Не равно ок. Фор… Фор… Не меньше трех… И меньше трех… между четырех, println, и, значит, смотрите, представим, что я поставил 5 секунд на эту запись. Сейчас у меня пройдет все быстро, а теперь, если кто-то ее строит, я говорю, и должен ждать, 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 и только после этого начать ее перестраивать. Потому что ожидается, что за какой-то промежуток времени нам, конечно, чтобы уже будут, в зависимости от вашего предложения, там может быть действительно секунда быть, но обычно там какие-нибудь, знаете, 50 миллисекунд, 100 миллисекунд, небольшие значения. То есть я подожду, пока кто-то эту запись не отлочит, и только тогда буду... Где delete? Сейчас еще забыл. Так, теперь я должен... Когда я построил запись и добавил ее в кэш, я должен сразу же... сразу же... Lock удалить. Да. То есть, смотрите, раньше я выполнял запрос, у меня сразу отрабатывал, выходил, а последующий ждал. Почему ждал? Потому что запись оставалась в Lock'е. Да, то есть я Lock, я не удалял. Ну вот, это я по-прежнему закомментирую. Да. Теперь смотрите, я построил, Lock удалил. Это частый полезный прием, который вы, наверное, будете пользоваться в тех случаях, когда у вас есть какие-то тяжелые данные, например, список страниц на главной. Да. Вот список страниц на главной, вам нужно закешировать. Притяжательно так, чтобы когда кэш протухает, кэш протухает, там бы ничего не... Ну, ваш сайт не начал бы случайно дедосить вашу базу, потому что одновременно пришло перестроение кэша. Вот так. Вам понятно, что я сделал? Понятно, где это надо будет использовать? Можно использовать. Если нет вопросов, значит, либо все непонятно, либо ничего непонятно. Хорошо. У кого-нибудь есть идеи, как сделать кэш, который бы протухал по каким-либо внешним условиям? Подумайте. Вот представьте, у нас есть, например, страница. У нас есть, например... У нас есть, например, главное. И у нас есть, главное, контент из... TempFeed. Вот. Смотрите, у нас есть публикация с двух источников, с двух мест. Хаббер и GeekTimes. То есть у нас есть... Да, тут контент. Он из двух источников. Хаббер и GeekTimes. Теперь, смотрите, я хочу обновить вот эту страницу. Сбросить кэш. Сбросить кэш. Или начать его перестраивать. Или как-то понять, что мой кэш невалиден. Когда у меня появляется статья либо тут, либо тут. И теперь, допустим, у меня есть таких x3 или даже и плюс пейджинг. Это значит... Пейдж 2, пейдж 3. Каким образом это можно было бы сделать? Ладно. Идея нет, надо показывать. Значит, смотрите. JSON. Coding JSON. Он used. Так. Что у нас тут? Redis есть. Да, Redis подойдет. Смотрите. Есть у нас структура. CacheItem. У нее есть data. Это пустой интерфейс. Это значит любые значения. Да. Да. Туда можно запихнуть. Теперь есть у нас текст. int. Да. Ну... Ладно. Int. Теперь смотрите, что мы... есть. Есть, допустим, структура articles. Так. 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 стринг. Так. Что мы сделали? Смотрите. У нас есть вот статья. Допустим, статья. имя. Да. И у нее есть имя. Какие там имена есть? Java и Docker. Это должен быть каждый. Знаете, что такое Java и Docker? Есть article. From. Откуда он пришел? Он пришел с Hubra. 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 Geek Times один есть. Отлично. Да. Вот откуда он пришел. Есть массив. Да. Вот. Эта страница сделана вот такой. То есть есть articles. Да. Чтобы создать эти articles, нам нужно сходить в две базы. Нам нужно сходить в базу Geek Times. базу Hubra. Построить и как-то и отдать. Но мы хотим это кэшировать. При этом мы хотим так, чтобы если на Hubra статья поменялась, или на Geek Times статья поменялась, то чтобы наш кэш автоматически отвалился. Смотрите, что мы будем делать. Так. SQL нам не нужен. Да. Допустим, статьи. Вар. Топ. Угу. Угу. Каждый. Хабар. Гиг таймс. Что там? Как срывается базу. Вот так. Вот, допустим, наши статьи. Теперь мы что делаем? Теперь мы что делаем? Кэш-итем. Топ. И мы зависим от тегов. Что такое тег? Тег — это какая-то запись в мем кэше. Лук бры. Я не могу сделать. Ну-кэш. Ага. Приятного дня. Угра. Ага. Угу. Окей. Ужга. Какая-нибудь идея уже вырисовывается у вас? Что с этим можно сделать дальше? Нет? Значит, смотрите, попробуем стерилизовать эти данные. Маршалл, альтем. Принтован джисон. Держивку подаем. Смотрите, вот мне какая-то дата стерилизовалась. То есть я сохранил это, представьте, в memcache. Сохранил это в memcache. Да, сохранил memcache. Ну давайте, нет, не memcache, давайте redis. Держисон. Окей. Топ-news. ТТЛ. Не надо это все. Это тоже все. Что такое? Define result. Так. Допустим, это сохранили. Теперь давайте get-нем. Get-cache.fio. Окей. Отлично. Так. Смотрите, мы теперь получаем из кэша. Из кэша. Что? Что? На, 115. 115. А, вот здесь. Что-то пошло не так. Да, я даже знаю, что redis не инициализирован. Так, смотрите. Я теперь получил запись из кэша. Да, вот в кэше у меня лежат такие значения. Да. Теперь, смотрите. Вот нужно сначала еще сделать и вот так. Hubbard там у нас один, да? Один. GeekTimes. Один. Да. Так. Вот смотрите. Я записал запись топ-news, записал теги Hubbard, и gt. Получаю данные из кэша. Теперь. Сайтом. Кэша. Какой-нибудь пустой. Теперь. Unmarshall. Unmarshall принимает slice-байтов, а у меня из, ну вот эта функция на стринге все парсит. Has no field. Method Unmarshall. Unmarshall. Ага. Ага. Сейчас я посмотрю. Я помню, что именно вот так должно быть. Что я делаю не так? Так, body, joke, error. Как оно там? Как оно там, кэш item, joke, вот так. Может, это не нравится. А, я понял. Все. Все, конфликт имен был. Значит, смотрите, я... Что мы делаем? Мы сейчас сложили это в кэш. Теперь мы это достали из кэша. Достали из кэша, распаковали, и теперь у нас есть структура. Я покажу вот так даже. Смотрите. Мы ее распаковали, теперь это структура. Вот это был JSON, непонятный JSON, а это структура. Теперь у нас есть теги, да? Теперь у нас есть теги какие-то. Что с этим мы делаем? Смотрите. Помните, мы можем получить несколько значений. Да. А кейс у нас будет равен... For. Compare. For. SliceIntOft. Да. Знаете? Так. For. Такс. Да. Так. Так, теперь case gain to compare. Оранжевый. Вот смотрите, я построил теперь два слайса. Из тегов первый слайс — это список ключей. Второй слайс — это список их значений. На самом деле, мне даже не очень важно, что порядок в мапке может быть другой. Почему? Теперь смотрите, что я делаю дальше. А теперь смотрите, я получаю из редиса эти значения. Тут только должен быть хабар. Смотрите. Смотрите. И теперь у меня вернулось… Оп! Это то, что было у меня, а это то, что было у редиса. Это то, что у меня есть, а это то, что мне вернул… Кэш валид. Смотрим. Кэш валидный. Супер. А теперь… А теперь… А теперь… Я проставлю тут два. Представьте, что я из какой-то другой процедуры, из админки там… Я увеличил… Заинкрементировал просто эту запись. Просто сделать инкремент. Давайте я даже сделаю инкремент отдельно. Да. Хабар. Смотрите, что сейчас будет. У меня в моем кэше, в моем кэше данные, данные лежат один-один. Да. То есть, какие-то счетчики. То есть, это значит, что я строил кэш, я строил кэш, когда у меня было вот такое состояние. А теперь я получил кэш, и я пытаюсь узнать, а изменилось ли там состояние или нет. Поэтому я беру вот эти теги, которые у меня лежат, достаю их значение через mget. Это быстрая операция, потому что я получаю за один запрос несколько данных. И сравниваю, равны они или не равны. Если у меня так выходит, что записи не равны, да, вот эти вот… Вот раз и два. Что они не равны. Они в данном случае не равны. Это значит, что кто-то на той стороне кэш инвалидировал. Да. И, то есть, условно говоря, админки, представьте, хабра, админки хабра, достаточно, если они что-то у себя обновляют, не знать, кто там, какие кэши нужно сбрасывать, а просто инкрементировать одну запись хабр. По ключу хабра. И все правильные кэши, которые пользуются этой технологией, они все увидят, что ага, у меня изменился тег, счетчик тег. То есть, значит, на той стороне что-то поменялось. Это значит, что мой кэш, мой кэш больше не валиден. Понимаете? То есть, вот это один из достаточно удобных механизмов инвалидации кэша, когда вы не знаете всех записей. То есть, если у вас, например, есть только одна запись, топ-ньюс, у вас все хорошо, вы что-то обновили, и вы грохаете запись. Все хорошо, и ее нужно перестраивать. Либо даже более того, перестраивайте эту запись сами. Не ждете, пока клиенты перестроят, а сами перестраиваете в том месте, где обновили. Но если у вас записей много, и вы не знаете, кто, как ими пользуются. Например, представьте, что у вас мобильная версия, и там картинки должны быть ужаты до одного размера. А версия для большого веба, там картинки должны быть ужаты для другого размера. То есть, там должна быть ссылка на картинку в одном месте 100 пикселей, в другом месте 200 пикселей. Вы заходите на... Берете телефон, вводите там TMFIT, и что получается? Вы строите для мобильной версии кэш, где картинки будут размером 100 пикселей. А большой веб строит кэш, условно вот так. А большой кэш строит там, где равно 200 пикселей. То есть, у вас есть два разных кэша с разными именами, но они оба ссылаются на эти теги. При этом админка про то, что у вас есть Top News Mobile или Top News Web, она про них не знает ничего и не хочет знать. Она хочет только инкрементировать вот одно значение Hubr, когда она обновила или добавила какую-то запись, и все. И тогда уже все клиенты, все клиенты, они сходят, увидят, что, ага, у меня что-то изменилось, значит, я пойду смотреть. Вот так работает. Это действительно работает в продакшене. Вот. Вам понятно, как оно работает? Можете, ну, не знаю, наверное, я сам оформлю это дело и добавлю в занятия, чтобы вы потом смогли видеть, как оно работает. Вот. Ну, на этом, я думаю, занятие закончим. Есть какие-нибудь вопросы по теме этого занятия, либо вообще? Можно вообще? Так что домашка будет, как всегда, в GitLab, выложу сегодня. Пишите обратную связь, это очень помогает. Мы, ту обратную связь, которая есть, мы читаем очень, меряемся, кто больше, а кто меньше, а няшка. И ваши комментарии, что там больше примеров, больше документации помогают. Дополнительные материалы есть. В целом, это более-менее все, что вам нужно знать для разработки сайтов. Тут документация по... Вот это три книжки, там вообще много всего. Это примеры для работы с базой. Это описание интерфейса, документация по самому интерфейсу. Это контекст, про который мы сегодня ничего не говорили. Дальше. Документация по SQL-базе, Postgres, Мемкэшу, Redis, Monge. Еще статья по Monge, по Горму, которая ОРМ. Еще статья по Горму и документация на Горм. Пользуйтесь. Что мы будем делать на домашнем задании? Я вам сразу расскажу, чтобы вы могли себе представлять и задать вопросы. Нужно будет сохранять все команды пользователя, которые он вводил. Вычищать старые команды. Heroku дает 10 тысяч записей только в Postgres. Таблицы я вам дам. То есть нужно будет просто сохранять. Также нужно будет сделать какую-то авторизованную сессию. Да, простую. Хотя бы там просто в вебе, чтобы там логин был захоткожен. Да, чтобы вы могли залогиниться, вам выдалась сессия и потом не логинилась. И вы могли, залогинившись, вы могли посмотреть те записи, которые пишет игра. Ну, те записи команд игрока, которые пишет игра. Вот. Соответственно, для команд нужно будет использовать Postgres. для сессии нужно будет использовать Redis. Потому что они оба бесплатные есть в Heroku. Вы представляете, что вообще, о чем я сейчас рассказал, что вам нужно будет сделать? Отлично. Все. Спасибо, что пришли. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.